Белгородская область, газета Белгородские известия, Ирина Селюкова. Ну, вам, наверное, известны наши амбициозные планы по производству мяса свинины и птицы. Скажите, пожалуйста, когда квоты на импорт мяса наконец-то будут устраивать наших сельхозтоваропроизводителей? Ваши амбициозные планы по производству мне известны. Важно только, чтобы они не привели к повышению цен. Вот во второй половине текущего года у нас наблюдаются некоторые тенденции, которые нас беспокоят, связанные в том числе с ростом потребительских цен, значит, с ростом инфляции, и прежде всего на мясные продукты и на некоторые нефтепродукты, скажем, на бензин. Это такое значительное и заметное было для населения повышение цен. И это, конечно, нас не может не беспокоить. Поэтому подходить к квотированию тех или иных продуктов, особенно продуктов широкого потребления, продуктов питания, нужно крайне аккуратно. Это вообще на уровне искусства. Вот мы ввели квотирование на мясо птицы. Да, конечно, у нас появились откормочные комплексы хорошие, птицекомплексы, таких, которых и в Советском Союзе даже не было, таких, которых в Европе, может быть, сегодня нет. Это, конечно, плюс. Но за это люди заплатили у нас в стране, потому что цены все-таки повысились. То же самое касается и свинины, и говядины. Значит, мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы поддерживать своего товаропроизводителя прежде всего рыночными способами, допустим, оказывая содействие в получении достаточно дешевых кредитов, что важно не только для сельского хозяйства, скажем, но и для жилищного строительства, но и для сельского хозяйства тоже, оказывая помощь в сфере решения административных вопросов, в том числе связанных с налогообложением. И вы знаете, что приняты были соответствующие решения, упрощающие налогообложения в сфере сельхозпроизводства. Надеюсь, что они положительно, и знаю, в общем, даже, что они положительно восприняты теми, кто работает на селе. Будем аккуратненько, но будем поддерживать и с точки зрения введения каких-то квот, защищая своего товаропроизводителя. Но, повторяю, делать это нужно крайне аккуратно, с тем, чтобы основные потребители в стране от этого не страдали. Так, ну и надо, наверное, заканчивать. BBC, пожалуйста. Нет, ну, это что, BBC там написано, да? Да, пожалуйста. BBC, Дмитрий Владимирович. Да, Владимир Владимирович, BBC, Константин Эггер. Возвращаясь к вопросу в начале пресс-конференции по поводу продажи юганского нефтегаза, много критики слышно в последнее время, причем не только в прессе со стороны экспертов на Западе, но и со стороны представителей, например, официальных представителей американской администрации Госдепа. Как вы это воспринимаете, беспокоит ли вас это? Спасибо. Вы знаете, когда я читаю решение, скажем, Техасского суда, где судья говорит, почему бы России не перенести конкурс по юганскому нефтегазу, меня это удивляет. Я вообще не уверен, что она знает, где Россия-то находится. И смущает уровень профессиональной подготовки. Вы знаете, юристы знают такое замечательное, основополагающее для гражданского судопроизводства правило парен парен нон хаббит империум. Для людей другой профессии поясню. Это означает, что равный над равным право не имеет. Это абсолютно с международно-правовой точки зрения неприемлемо. Это несоблюдение так называемой международной вежливости. И это не моральная категория, а правовая категория в международном частном праве. Но если нашим коллегам вот в этой известной приведенной мной фразе в этой латинской ерунде нравится только последнее словечко империум, причем они распространяют его прежде всего на себя любимых, то тогда должен сказать, что нас такой порядок строительства международных отношений, конечно не устраивает. Мы считаем, что международные отношения должны строиться на равноправной основе с соблюдением суверенитета всех государств, участвующих в международном общении. И повторяю еще раз, такой подход, он разделяется практически всеми участниками международного общения. Что касается той сделки, которая была по существу, если сказать, то полагаю, что она проведена в строгом соответствии с российским законодательством и с соблюдением всех норм международного права и международных обязательств, которые взяла на себя Российская Федерация в рамках тех документов, которые мы с нашими коллегами на международной арене подписываем. Поэтому никаких проблем я здесь, по сути, не вижу. И все-таки, наверное, мы закончить должны на вопросе российских журналистов. Пожалуйста. Татарстан, прошу вас. Вопросы развития национальных языков и культур в основном решаются на местном уровне. Как вы считаете, может быть, России все-таки нужно министерство по делам национальностей или палата национальностей? Ну, может быть, не такая, как была в Советском Союзе. И еще, вас больше всего, конечно же, ждут в Казани, которые будут встречать свое тысячелетие в следующем году. Спасибо. Я очень рассчитываю на то, что мне удастся приехать на эти мероприятия, связанные с тысячелетием Казани. Немногие государства мира могут похвастаться тем, что у них есть такие города, как Казань. И по уровню развития, и по традициям, которые складываются на этой территории многие-многие годы, многие столетия. Тысяча лет. Это говорит о глубоких корнях нашей государственности и культуры, многообразной и многонациональной культуры Российской Федерации. С удовольствием приеду. Что касается национальных языков, культуры и всего того, что относится к нашему культурному многообразию, то, на мой взгляд, это является одним из главных приоритетов в национальной политике, которая должна выражаться не только в том, что мы можем иметь специализированный орган для решения этих вопросов, а во всей политике нашего государства. Министерство регионального развития, о котором вы упомянули, в том числе, уполномочено заниматься и этими проблемами. Надеюсь, что они будут в значительной степени рассматриваться и в рамках той общественной палаты, о которой мы сегодня уже говорили, и которая должна быть создана в соответствии с принятыми решениями. Но и, наконец, интересы регионов у нас в Верхней Палате, как известно, представлены представителями субъектов Российской Федерации, в Совете Федерации, и там это должно быть одним из основных приоритетов. Вообще, культурное многообразие России уникально требует постоянного внимания, защиты и развития. Так и будем делать в будущем. Я вас всех искренне от души поздравляю с наступающим Новым Годом, всех, кто исповедует христианство, поздравляю с наступающим Рождеством и в декабре, и в январе. Желаю доброго вам всего и вашим близким. Всего хорошего. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.